Дипломатических отношений. Договорились с господином президентом, что обратим внимание на это событие. Особое внимание в ходе переговоров уделили перспективам развития взаимной торговли. К сожалению, за последние годы двухсторонний товароборот сократился более чем в два раза. Во многом это обусловлено и объективными факторами, в частности колебаниями цен на сырьё. Но нужно признать и то, что взаимовыгодные связи с Россией сворачивались на фоне попыток форсировать сближение с Евросоюзом. В результате молдавские товары практически потеряли традиционные свои российские рынки, а на новых ничего так и не приобрели. Наоборот, насколько я знаю из статистики, товароборот со стороны МЕС у Молдовы упал. Работой по выправлению сложившейся ситуации сейчас занялись двусторонняя межправкомиссия. В ходе её недавнего заседания принял план совместных действий на 2016-2017 годы, предусматривающий конкретные шаги по развитию взаимных инвестиций и торговли, в том числе в области промышленности, высоких технологий и сельского хозяйства. Кстати говоря, мы обсуждали с президентом Молдавии, мы совсем не против того, чтобы наши партнёры, в том числе Молдавия, развивала, естественно, свои отношения с партнёрами, где бы то ни было, в том числе и в Европе. Просто нам хотелось бы, чтобы эта совместная работа шла в согласованном режиме, тем, чтобы ничего не разрушать с тем, что мы имеем, а только двигаться вперёд, улучшая состояние наших экономик, социального сектора и повышая уровень жизни наших граждан. Ключевым направлением российско-молдавского экономического сотрудничества является энергетика. Россия обеспечивает Молдавию стабильными поставками нефти и газа. 100% потребности Молдавии в природном газе обеспечивается Россией. По итогам переговоров поручили экспертам подготовить предложение по урегулированию имеющихся здесь проблем. Россия и Молдавия имеют большой опыт в межрегиональном сотрудничестве. Порядка 67 регионов Российской Федерации поддерживают контакт со своими молдавскими партнёрами. В лидерах здесь Москва, Петербург с нашей стороны, Белгородская, Брянская области. Активно развиваются связи российских регионов и с Гагаузией. Условились предпринимать шаги по развитию взаимодействия между нашими странами и в гуманитарных областях. Разумеется, мы обстоятельно обсуждали и вопрос преднестровского урегулирования. Наметившиеся в 2016 году некоторые позитивные подвижки в переговорном процессе будут безусловно способствовать повышению доверия между сторонами конфликта. Необходимо стремиться к поиску взаимоприемлемой государственно-правовой модели урегулирования на основе общепризнанных норм международного права. Россия готова по-прежнему выступать посредником и гарантом соблюдения договорённостей, которые могут быть достигнуты между сторонами. Мы уделили внимание на переговорах и интеграционным процессам на евразийском пространстве. Россия, как действующий председатель СНГ, приветствует настрой президента Молдовы на активизацию молдавского участия в деятельности структур Содружества. Я знаю, что сегодня господин президент встречался и с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии, господин Серхсянам. Очень рассчитываю на то, что мы сможем достичь и здесь по этому направлению определённых договорённостей с тем, чтобы снять все возможные озабоченности в экономической сфере и расширить базу сотрудничества. И в завершение хочу поблагодарить президента Республики Молдова, господина Додона, всех молдавских коллег наших за содержательный и плодотворный обмен мнениями. Уверен, состоявшиеся переговоры будут способствовать развитию равноправного российского-молдавского взаимодействия. Благодарю вас за внимание. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые друзья, сегодня исторический день для молдороссийских отношений. К сожалению, последние семь лет был не самым хорошим периодом в наших уже отношениях, которые датируются сотнями лет. Мы знаем, что за последние годы стратегическое партнёрство с Российской Федерацией исчезло из большинства правительственных документов и стратегий правительства Республики Молдова. Впервые за последние девять лет президент Республики Молдова приехал с официальным визитом в Москву. До сих пор руководители Молдовы либо не приезжали, либо с официальным визитом ехали в Брюссель. Граждане Республики Молдова в прошлом году отдали голос за те ценности, которые президент Молдовы будет продвигать. Это сохранение государственности, нейтралитета Республики Молдова. Это реинтеграция страны, решение преднестровской проблемы. Это сохранение наших православных ценностей. Все эти три направления, принципиальные момента, невозможно отстаивать и решать без стратегического партнёрства с Российской Федерацией. Я хочу, чтобы граждане Российской Федерации чётко понимали и были уверены, что большинство граждан Республики Молдова, вне зависимости от деклараций некоторых политиков, хотят дружить с Российской Федерацией. Мы настроены на стратегическое партнёрство с Россией. И я уверен, что с сегодняшнего дня, и в рамках нашего визита мы детально это обсуждали, мы откроем новую страницу в наших двухсторонних международных отношениях. Конечно, мы обсуждали очень много проблем, не накопились за последние годы. Это и проблема торговли. Мы понимаем, что решить все проблемы нашей двухсторонней торговли при сохранении соглашения о свободной торговле с другими странами, включая Европейский Союз, будет сложнее. Но мы договорились, что будем двигаться в этом направлении. Безусловно, это вопрос наших мигрантов. В Российской Федерации работает официально около 500 тысяч граждан Республики Молдова. Несколько десятков тысяч находятся в Молдове и не могут въехать на территорию Российской Федерации из-за того, что есть разного рода нарушения. Этот вопрос мы тоже затронули. И мы надеемся, что в ближайшем будущем будут найдены решения для наших граждан. Очень важный вопрос – это Приднестровье. Приднестровье – это часть Республики Молдова. Впервые за последние 9 лет я поехал с визитом на левый берег Приднестровья. И в начале этого года, в начале 2017 года, впервые за последние 9 лет состоялась встреча на уровне руководителей правого и левого берега. После этого уже последовал конкретный результат. Начала работа ОКК – Объединённая контрольная комиссия. Я очень надеюсь, что при активном участии и наших стратегических партнёров из Российской Федерации мы продвинемся в решение тех проблем, с которыми сталкиваются жители на обеих берегах Министра. Мы выучили уроки и ошибки начала 2000-х в том, что касается решения Приднестровской проблемы. Я уверен, что эти ошибки мы больше повторять не будем и будем двигаться вперёд. Поэтому, уважаемый Владимир Владимирович, очень большие ожидания. И я уверен, что они оправданы со стороны наших граждан. Я надеюсь, что с сегодняшнего дня граждане Республики Молдова почувствуют, что мы возобновили наши дружеские, стратегические отношения. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, уважаемые коллеги. Сейчас можно будет по два вопроса задать президентам, соответственно, нашим гостям из Молдавии и российским СМИ. Пожалуйста, начинаем с наших гостей. Пожалуйста. Спасибо большое. Станислав Выжга, телеканал Акчин-ТВ. Владимир Владимирович, вопрос к вам. У нас в Молдове сегодня много, что происходит впервые. Впервые состоялись всенародные выборы президента. Впервые, как была сегодня замечена встреча, с 2008 года состоялась такая встреча на таком уровне, здесь, в Кремле. И впервые произошла встреча на правом береже, в Бендерах, состояла встреча двух лидеров – новоизборного президента и лидеров Приднестровья. Мы, политические силы Молдовы, трезвые политические силы Молдовы, сегодня понимают, что без активного участия Российской Федерации изменить ситуацию, затянувшуюся ситуацию с Приднестровским регионом невозможно. Ваше видение того, что может произойти, или каким путём, что может стать драйвером в этом процессе, реанимация плана Козака, может быть какая-то другая дорожная карта. Спасибо. Прежде всего хочу сказать, что мы приветствуем то мужество, которое проявил избранный президент Молдовы, Игорь Николаевич Дадон, совершив свою поездку в Приднестровье, потому что это, безусловно, демонстрация желания восстановить не только отношения, но восстановить территориальную целостность страны. И при этом это явное проявление уважения к тем людям, которые в Приднестровье проживают. Думаю, что это создаст очень хорошие условия для начала таких конструктивных, серьёзных переговоров по Приднестровскому регулированию. Вы знаете, что в 2003 году мы как никогда близко подошли к окончательному регулированию этого вопроса, но, к сожалению, тогда руководство Молдовы неожиданно изменило своё решение, и этот план не был реализован, подготовленный всеми заинтересованными участниками этого процесса. Я очень рассчитываю на то, что мы сможем вернуться к этому вопросу, вернуться не на словах, а на деле, и с учётом интереса всех людей, которые проживают на этой территории, найти компромисс. Если такой компромисс, а он может быть найден тоже, только между самой Молдовой и Приднестровью, будет найден, то мы, безусловно, будем вступать гарантами исполнения всех достигнутых договорённостей. Так, давайте российский смысл. Пожалуйста, ВГТР. Добрый день, Павел Зарубин, телеканала России. У меня вопрос с вам обоим. Продолжу немного мысли про то, что сегодня многое впервые, это не только визит, не только переговоры на высшем уровне. Недавно, как мы знаем, впервые за последние четыре года собиралась и совместная межправкомиссия России и Молдовы. Но вот по итогам сегодняшних переговоров, как вы считаете, удастся ли, что называется, реально вырулить в русло восстановления интенсивного сотрудничества? Удастся ли восстановить экономическое сотрудничество России и Молдовы? Вот, к примеру, откроет ли Россия свой рынок для Молдовы, и если да, то когда это может произойти? Спасибо. Это вопрос к двум президентам. И вторую часть... Спасибо. Я думаю, что нам удастся в конце концов это сделать. Мы же должны исходить из реалий, в том числе и из реалий внутриполитической жизни Молдовы. Мы знаем компетенцию правительства Молдова, знаем компетенцию президента. Некоторые вопросы не входят в компетенцию президента в соответствии с основным законом страны. Но мы будем работать и с правительством, и с президентом. Мы к этому готовы. Я уже говорил об этом сейчас во вступительном слое, если его можно так назвать. Многое будет зависеть от того, как Молдова будет выстраивать свои отношения с Евросоюзом, имея в виду подписанные и вступившие в законную силу договорённости об ассоциации между Молдовой и Евросоюзом. Для нас здесь есть определённые риски. Они аналогичны тем рискам, с которыми мы столкнулись после подписания соответствующего документа между Украиной и Евросоюзом. Мы об этом откровенно и достаточно аргументированно, я считаю, всегда говорили и нашим партнёрам в странах СНГ, и нашим европейским партнёрам. Поэтому здесь многое можно и нужно сделать будет в трёхстороннем формате, если, конечно, на то будет воля наших европейских друзей, ну и наших партнёров Молдавия, конечно. Но уже сейчас многие предприятия Молдовы открыты, и их товары поступают на российский рынок. Мы договорились о том, что ряд предприятий будут дополнительно проверены соответствующими российскими структурами. И не исключаю, а почти уверен в том, что количество предприятий, которые имеют право поставлять продукцию на российский рынок, будет увеличиваться. То же самое касается и вопросов, связанных с трудовой миграцией. Игорь Николаевич ставил вопрос об этом сегодня в разных форматах. Что говорить, здесь с точки зрения проникновения на нашу территорию нежелательных элементов у нас угроз со стороны Молдовы гораздо меньше, чем из других направлений. Имеют в виду целый ряд факторов, о которых и президент Молдовы только что сказал. Мы будем думать над тем, как решить эту проблему, имея в виду, что многие граждане Молдовы действительно в экономическом смысле зависят от работы в России. Мы это понимаем и хотим им помочь. Я думаю, что решение будет найдено. То, что касается возобновления полного экономического сотрудничества, знаете, я отвечу следующим образом. Конечно, мы бы хотели сегодня и сейчас, но мы понимаем, что Москва не сразу строилась. Мы понимаем, что было разрушено годами, решить в один день всё невозможно. Тем более, что есть реальная ситуация, мы прагматики. Мы понимаем, что есть соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Кстати, я выступал неоднократно против подписания этого соглашения. Я считаю, что это соглашение для Молдовы никаких плюсов не дало. Мы потеряли российский рынок. И, как это ни странно, наши объёмы экспорта в Европейский Союз тоже упал. То есть, мы ничего не получили о подписании этого соглашения. И я не исключаю, что после следующих парламентских выборов, ну, это будет позиция, и я поддержу эту позицию парламентского большинства. Вот есть партия социалистов, я надеюсь, что они получат парламентское большинство, и это соглашение будет аннулировано. То, что касается сотрудничества с Еврозес, вот очень важно, Владимир Владимирович об этом говорил. Я сегодня утром встречался с руководством Евразийской экономической комиссии. Сегодня я выступил с инициативой о подписании рамочного меморандума о сотрудничестве с Еврозес. Мы договорились, что в ближайшие недели мы начнём консультацию для того, чтобы в ближайшие месяцы такой меморандум подписать. Он не противоречит соглашениям, которые подписаны Молдовой сейчас на данном этапе с другими партнёрами. Но это первый шаг для того, чтобы двигаться к сближению. Я попросил Владимира Владимировича рассмотреть возможность, чтобы Молдова стала наблюдателем Евразийской экономической комиссии в Еврозес. Я думаю, что это хороший шаг для того, чтобы мы посмотрели, что нужно делать, как собрали информацию с одной и с другой стороны. Поэтому то, что касается торговли, то, что касается экономических отношений, я думаю, что мы в начале пути на данном этапе уже на российский рынок поставляют свою продукцию предприятия из Приднестровья, из Гагаузии, десятки предприятий с остальной части Молдовы. Я надеюсь, в ближайшие недели мы об этом поговорили. Этот список будет расширен для того, чтобы наши товаропроизводители вернулись на российский рынок. Но о полномасштабном открытии рынка, конечно, это нужно смотреть и в рамках тех соглашений, которые Молдова подписала и с другими участниками. Я в начале февраля буду в Брюсселе. Конечно, будем об этом говорить и с нашими партнерами из Европейского Союза. Будем приводить цифры. Прошло два года. Результатов ни в экономике, ни в других секторах пока что нет. Давайте решать, что будем делать дальше. Сергей Струнгару, НТВ Молдова. У меня вопрос к Владимиру Владимировичу. Один из главных вопросов, который сейчас волнует молдавское общество, связан с трудовой миграцией, с миграцией. И вот после сегодняшних переговоров появились какие-то предпосылки, чтобы решить этот вопрос? И, может быть, какие конкретные шаги готова сделать российская сторона, чтобы позитивно всё-таки решить этот вопрос миграции? Я уже только что сказал об этом, могу только повторить. Где-то около полумиллиона человек работает в России из Молдовы. И в целом у нас с людьми, которые приехали на работу в Россию из Молдовы, проблем не возникает больших. Где-то 1050 примерно находятся в Молдове и не могут въехать на территорию России в связи с тем, что за ними числятся определённые нарушения. Те, кто совершил серьёзные преступления, по ним и не будет принято положительного решения. По всем остальным мы это решение будем искать. Я повторяю ещё раз, уверен, мы его найдём. Нам нужно только выстроить это отношение с широким кругом наших партнёров. Это уже Молдова не касается, потому что если мы в отношении Молдовы какие-то решения примем, мы тогда и в отношении других стран должны будем принимать решения. В этом смысле Молдова является заложником наших отношений с другими странами. Но повторяю ещё раз, Молдова для нас и молдаване, граждане Молдовы, вообще люди всех национальностей, которые из Молдовы к нам приезжают, это вполне такая устраивающая нас категория, имея в виду целый набор факторов благоприятных. И здесь нам нужно ещё и дополнительно проработать. Мы договорились, что сейчас создадим в России, по моему указанию, уже создана соответствующая комиссия на уровне Совета безопасности. Уже сегодня нам в ходе переговоров замминистра внутренних дел докладывал о том, что планируется в ближайшее время сделать. Просто не хочу забегать вперёд, но хочу вас заверить, что мы это решение найдём. Если бы вы давайте заключительный вопрос от российских журналистов, пожалуйста, давайте Live News. Александр Юношев, Live. Я извиняюсь, что не совсем по тематике сегодняшней встречи, но тем не менее по международной тематике, а именно вот разглупшивавшимся американским страстям. Что-что? По Америке. Тема важная. Вот как вы относитесь к тому, что Барак Обама, которому остались считанные дни, вёл новые антироссийские санкции, не дожидаясь истечения предыдущих? В Конгрессе разрабатывается законопроект, и если он будет принят, Трампу, если он захочет, будет сложнее отменить санкции. И ещё. Вот вы ни разу не комментировали доклад о том, что якобы на Трампа собирали мы или в России компромат, в том числе во время его посещения Москвы. Чуть ли у нас есть материалы, как он с проститутками в московском отеле развлекался. Это правда? Вот вы видели эти файлы, видео, ролики? Ну и продолжая тему всё-таки Америки, хочется узнать. Некоторые высказывания Трампа очень не понравились Меркель и Оланду, и отношения Америки со Штатами тоже, Америки с Евросоюзом ухудшается. Как вы к этому относитесь? Спасибо. У нас есть такая информационная структура, лайф называется. Всё, к жизни поближе стараются нас подъёнуть. Вы знаете, есть такая категория людей, которые уходят не прощаясь, из уважения к сложившейся обстановке, к ситуации, чтобы ничего не нарушать. А есть такие люди, которые бесконечно прощаются, но не уходят. Вот уходящая администрация, по-моему, относится как раз ко второй категории. И что мы наблюдаем в Соединённых Штатах? Мы наблюдаем продолжающуюся, острую внутриполитическую борьбу, несмотря на то, что выборы президента завершены, и они завершились убедительной победой господина Трампа. Тем не менее, в ходе этой борьбы, на мой взгляд, ставится несколько задач, может быть, их больше, но некоторые из них очевидны. Первое – подорвать легитимность избранного президента США. Кстати говоря, в этой связи хотел бы отметить, что хотят этого люди, которые это делают или не хотят, они наносят интересам Соединённых Штатов огромный ущерб. Огромный просто. Такое впечатление, что они, потренировавшись в Киеве, готовы у себя в Вашингтоне Майдан организовать, только бы не дать Трампу вступить в должность. Вторая задача – это связать вновь избранного президента по рукам и ногам при выполнении данных им в ходе избирательной кампании обещания американскому народу, как внутри страны, так и на внешней арене. Ну, конечно, вот прикиньте, как можно что-то сделать по улучшению российско-американских отношений, если вбрасываются такие утки, как вмешательство каких-то хакеров в ход избирательной кампании. Хотя, ещё раз повторяю, хакеры ведь ничего не компилировали, ничего не придумывали. Так кем бы они ни были, они только вскрыли материал. Или, тем более, если у российских спецслужб есть какой-то компроматериал против избранного президента. Смотрите, я с господином Трампом не знаком, я его никогда не встречал, я не знаю, что он будет делать на международной арене. Поэтому у меня нет никаких оснований не нападать на него, критиковать его за что-то, не защищать, как бы то ни было. Мы даже не будем обращаться в Нобелевский комитет, чтобы ему присвоили Нобелевскую премию по математике, по физике, либо по какому-то другому предмету. У меня нет для этого никаких оснований. Но вот эти вбросы – это очевидная фальшивка. Трамп, когда приезжал в Москву, даже не помню, когда он приезжал, несколько лет назад, он ведь не был никаким политическим деятелем. Мы даже не знали о его политических амбициях. Он просто бизнесмен, один из богатых людей Америки. Что кто-то думает, что у нас спецслужбы гоняются за каждым американским миллиардером, что ли? Да, конечно, нет. Это просто полный бред. Первое. Второе. Трамп приехал и тут же побежал встречаться с московскими проститутками. Это человек, во-первых, взрослый уже, а во-вторых, человек, который всю, ну не всю жизнь, но многие годы занимался организацией конкурсов красоты. Общался с самыми красивыми женщинами мира. Вы знаете, я с трудом могу себе такое представить, что он побежал в Атель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью. Хотя они, безусловно, и они у них самые лучшие в мире, безусловно. Но сомневаюсь, что Трамп это клюнул на это. Но, наконец, вы знаете, что хочу сказать? Проституция – это серьёзное такое безобразное социальное явление. Ведь молодые женщины занимаются этим в том числе и в связи с тем, что им, ну они по-другому не могут обеспечить себя достойным образом. И это в значительной степени на общество и государство. А вот люди, которые заказывают фальшивки подобного рода, которые сейчас распространяются против избранного президента США, фабрикуют их и используют в политической борьбе, они хуже, чем проститутки. У них нет никаких вообще моральных ограничений. Кстати говоря, Россия постоянно имеет дело с такими людьми, с нашими оппонентами. Но то, что вот такие методы используются против избранного президента США, это, конечно, уникальный случай. Такого ещё никогда не было. Это говорит о значительном уровне деградации политических элит на Западе, в том числе в США. Но я очень рассчитываю на то, что здравый смысл восторжествует. Это касается и отношений между Штатами и их союзниками, в том числе в Европе. Ведь эта действующая администрация, уходящая, вовлекла многих политических лидеров Европы во внутриполитическую американскую борьбу. И сегодняшние проблемы – это результаты этой работы. Я уверен, что такие серьёзные взаимные интересы всё поставят на своё место. Конечно, наверное, нюансы возможны. Осадочек останется. Но всё-таки всё встанет, в конце концов, на своё место. Так же, как и уверен, удастся в конечном итоге восстановить нормальные, отвечающие интересам как народов Европы, так и народов России, так и народов Соединённых Штатов, нормальные межгосударственные отношения, которые будут способствовать развитию мировой экономики, стабилизации в мире и обеспечению безопасности. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.